Почему человек, который сошел с ума, у нас называется душевнобольным? Ну это же вещи такие, заболевания мозга, разрушены какие-то центры, не знаю, поражены какими-то вещами, нервная система приходит в негодность, психика нарушается в результате конкретных физиологических, биологических, химических вещей в голове, а больной он душевно, кажется, душа у него болит. Почему они все, ну если легкая степень шизофрении, паранойи, других психических отклонений, девиаций, они начинают говорить и произносить вещи, ну по своему объему мудрости, философичности, глубины большее, чем произносят академики, профессора, ученые, нобелевские лауреаты. Хотя из нобелевских лауреатов, особенно если говорить о нобелевской лауреатах по литературе, то, наверное, большая часть их подвержена вот этому диагнозу душевнобольной. Просто в очень легкой степени. Вот первая степень душевной болезни, это и есть первый клевок гениальности в затылок, в темечко. Вот интересно, я на этом как-нибудь подумаю, может даже что-то напишу по поводу, есть мысли. Но совершенно не хочется эмпирически все это проверить. Нет, не хочется сойти с ума, особенно на старости лет. Душевно здоровым надо быть, будьте душевно здоровыми. Даже если вы будете стопроцентно уверены, рационально мыслящими людьми, рационально уверены в том, что вы не гении и даже не таланты. Уж лучше душевное здоровье, чем любая девиация, любое отклонение, даже отклонение в сторону вот этого самого гениального озарения. Ну, я так думаю, мне так кажется. Вот как-то так.